Здравствуйте! О главных новостях в Орлее-регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Идет целенаправленная такая ежедневная, каждодневная работа. Праздник. Работе не помеха. С какими проблемами пришли горожане в общественную приемную партии «Единая Россия» в день ее рождения? Необычно, как во сне, можно сказать. Многодетной семье. Многоместный автомобиль. Долгожданная «Газель» для семейства Шульгиных. На данном светофорном объекте у нас выделена специальная пешеходная фаза. Интервал длиной в терпении. Именно так орловские автомобилисты оценивают режим работы новых светофоров. 1 декабря партия «Единая Россия» отмечает день рождения. По традиции в региональной общественной приемной прошла встреча с орловчанами. Как и прежде, большинство вопросов на личном приеме касались повышения платы за услуги ЖКХ, ремонта и благоустройства дворов и подъездов, а также других социальных трудностей. Идет целенаправленная такая ежедневная, каждодневная работа. По итогам общественных приемных этого единого дня приема будет сделан анализ, направленные запросы соответствующие органы. И я думаю, что жители, которые сегодня обратились в общественные приемные, не только сегодня, но и в последующие дни, они получат конкретную реальную помощь. Как отмечают депутаты, обращения горожан зачастую перерастают в законодательные инициативы. К примеру, одна из таких – это снижение платы за капремонт. Нашла поддержку на федеральном уровне. Инвалиды первой-второй степени будут на 50% освобождаться от платы за капитальный ремонт. Потом, конечно, льготные категории граждан. Но самое, что важное, по возрастам. 70 лет мы установили такой порог. Будет освобождаться от платы на 50%. А те граждане, которые достигли 80-летнего предела, вообще будут освобождаться от платы за капитальный ремонт. Праздником стало и мероприятие, прошедшее накануне в мэрии. Там супружеским парам вручали сертификаты на получение жилья. Жилищный вопрос – 40 с лишним семей сдвинулся с мертвой точки. Сегодня 42 семьи у нас получат эти свидетельства. Пусть новый дом вам принесет новые яркие, насыщенные и положительные эмоции. Напомним, все они участники программы «Молодая семья», признаны нуждающимися и теперь, получили субсидию в виде сертификата. Виртуальные деньги семьи смогут использовать в качестве весомой помощи при покупке квартиры. Если еще год назад получатели сертификатов должны были улучшить свои жилищные условия в течение 9 месяцев, сейчас срок сократился до 7. Всего в очереди на получение жилья сегодня стоит больше 2000 семей. Несколько лет назад из-за изменений в законодательстве в общую очередь попали и льготные категории граждан, которым было отдано первостепенное право. А вот многодетной семье из Дмитровского района вручили ключи от белоснежной газели. Супруги Шульгины воспитывают 12 детей. Путешествовать и заниматься хозяйством семейство теперь станет намного легче и удобнее. Сергей Кравцов подробнее. Хорошая машина, слава богу, нравится. В Новый год на новой машине. Настоящий и неожиданный подарок возвещаются многодетные родители. Новое авто комфортный и вместительный. Необычно, как во сне, можно сказать. Не верится, но слава богу, благодарю всех. У Читы 12 детей. Ломать голову, к примеру, как отправиться всей семьей на отдых или экскурсию, не придется. Место будет каждому пяти девочкам и семи мальчикам. 12 детей невозможно в любом легковом автомобиле отвезти в Орел, на экскурсию. Да, в принципе, даже и в школу, и другие такие, знаете, бытовые услуги, которые они хотели бы для своей семьи создать, было очень сложно и проблематично. Мечты о таком автомобиле многодетная семья озвучила на личном приеме руководителем регионального отделения партии «Единая Россия» ровно год назад. Помог осуществить ее знаменский СГЦ. Пусть это от чистого сердца сделанный подарок вашей семье даст новое качество жизни вашим детям. Пусть ваш супруг сможет немножечко заработать на семью на этой машине. То есть мы даем ту самую сеть, которая, очень надеемся, поможет поймать войско. В регионе подобным образом поддержат еще не одну многодетную семью, несмотря на сложности бюджета. Эти семьи – пример гражданского подвига. Эта машина, на мой взгляд, это то самое маленькое, которое можно и нужно сделать для вас, для того, чтобы вы знали, что, в общем-то, вы делаете большое, великое человеческое дело – это воспитание ваших детей. О дальних поездках Шульгины еще не думают, пока решили исколесить окрестности родного Дмитровского района. Сергей Кравцов, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. В Орле не так давно было установлено более 20 светофоров. Несколько из них трехфазные, по-другому их называют длинные. По замыслу разработчиков, именно они считаются безопасными для пешеходов. Однако и пешеходы, и автомобилисты к таким нововведениям никак не привыкнут. Ксения Туркова продолжит. Такой светодиодный электронный регулировщик, говорят инспекторы, способен обеспечить дополнительную безопасность на самых опасных перекрестках. На данном светофорном объекте у нас выделена специальная пешеходная фаза для перехода пешеходов через проезжую часть. В этом году на перекрестках с интенсивным движением стали устанавливать светофоры с выделенной пешеходной фазой. Правда, это не единственное, к чему привыкают теперь и орловские водители. Того и гляди, кто-то да выбежит на красный. Побежала обратно, смотрю светофор. Смотрю, остановились. А потом все вдруг разом поехали. А я на полз пути. Думаю, что ж такое? О, красный. А вот, по словам маленьких пешеходов, даже зебра – путь небезопасный. Вот пропускают, а может и нет. Вот когда как. Оттого и переходит улицу школьник с опаской. Наблюдательный пешеход уверяет, усилить контроль на дорогах Орла необходимо. Вот на Посадской постоянно аварии, на Сквергутево иногда бывает. Но тут пока аварии не было. За этот год на Орловских улицах установили 24 светофора, 17 из которых около общеобразовательных учреждений. Все это делается, говорят сотрудники ГИБДД, с целью снижения количества ДТП. За год на пешеходных переходах произошло порядка 80 аварийных случаев. Сейчас ведется строительство светофорного объекта. Это Карачевское шоссе Латышки и Стрелков. На данном участке у нас расположен детский садик, две школы расположены. И там, как мы заметили, сначала, ну не с начала года, а где-то с середины года стало увеличиваться число наездов на пешеходах. Однако светофоры с длинными интервалами часто критикуют автомобилисты. И правда, в час пик на улице Герцена, Посадской, Московском шоссе образуются большие пробки. Когда раньше светофоры были двухсторонние, и пешеходы успевали проходить, и заторов было меньше, и с периферийных улиц было проще выезжать, потому что сейчас, я считаю, что ситуация усложнилась. Таким образом, время пути тех, кто утром спешит на работу, увеличивается на 10-15 минут. Однако подобные длинные светофоры уже зарекомендовали себя в соседних областях. Количество ДТП в Курске, Брянске резко пошло на спад. Теперь и Орел берет пример. На этом в Комиссии по безопасности дорожного движения останавливаться не собираются. Уже в следующем году на Орловских улицах появятся еще с десяток светофоров. Насколько это обезопасит пешеходов и организует интенсивный транспортный поток, покажет время. Ксения Туркова, Олег Фомин, Павел Джумаваев, телеканал Первый областной. Другим темам. Молодежи вновь кинули клич. Молодая гвардия объявила о старте нового проекта названием «Авангард-2016». Накануне он стартовал в Орловской области, что на несколько дней позже, чем в столице. Все молодые люди тем или иным образом участвуют в политической жизни нашей страны. То есть участвуя на выборах или агитируя за довольно другого кандидата. Сегодня мы каждому молодому человеку предлагаем поучаствовать именно в этом проекте, который посвящен предвыборной кампании 2016 года. Сентябрь 2016-го знаменовали выборами в Государственную Думу. «Авангард-2016» – это проект, который позволит сформировать новую политическую элиту, уверена, в молодой гвардии. Причем ставку сегодня делают именно на студентов последних курсов, у которых есть опыт работы в ведении избирательной кампании. Желающих попробовать себя на политическом поприще ждут уже сегодня. Им предстоит сформировать свою команду, чтобы весной 2016 года участвовать в праймерис. Победитель его и пойдет на выборы в сентябре 2016 года. В очередной раз в Орле встречали писателя, международного эксперта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Александра Гизалова. Семинар прошел в Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Спикер Гизалов снова говорил о наиболее волнующих вопросах в сфере усыновления. Тема мероприятия – приемное детство, фокус внимания. Поднятые проблемы были интересны сотрудникам детских домов, органам опеки региона, общественникам и приемным родителям. Время, которое было когда-то, ушло. Сегодня нужно менять подходы, больше работать с общественными объединениями. Понимать, что ребенок не эксклюзив, с ним нужно делать так, чтобы он оказался либо в семье, либо в работе с ним. Стандарты качества были такие, чтобы мы получили на выходе нормального человека. Что будет с ягодкой? Так называют жильцы советского района заброшенное здание детского сада. Несколько последних лет в нем находилась частная школа Вундеркинд. Но с тех пор, как арендаторы съехали, строение пустует. Это при том, что очередь в детские сады советского района не уменьшается. В причинах разбиралась наш корреспондент Алина Логотина. Владимир Изотович Перелыгин вспоминает, каким был район в советское время. Он живет здесь с 69-го года. От завода приборов дали квартиру. Переехав сюда с семьей, говорит, очень обрадовались супругой, потому что рядом с домом был детский сад. Это заводской дом. Все мы молодые были. У всех дети маленькие были. По два, по три ребенка в каждой семье. Мест в этом не хватало. Построили, завод приборов построил вот здесь недалеко, с левой стороны, золотой ключ. Это решило проблему с очередями. Мест хватало всем. Несколько десятилетий детский сад Ягодка верой и правдой принимал в своих стенах маленьких гостей. Дошкольное учреждение было на хорошем счету в городе. Как говорят жители, образцовый был сад. В середине 90-х все изменилось. В период демографического спада пустующее помещение отдали в аренду частной школе Вундеркинд. В 2009 году Вундеркинд, разорившись, съехал. И здание по договору перешло к Орловской Ливенской епархии, планировавшей здесь обустроить православный детский сад. Но епархии дела тоже не заладились. Поэтому, расторгнув договор, город вернул заброшенный садик вновь под свою опеку. Сейчас здание пустует. Но в чем причина? Ведь необходимость в дополнительных местах в этом районе есть. На несколько десятков домов есть всего один функционирующий детский сад «Золотой ключик». Один садик, еще один, хотя бы один. И все. И будет все хорошо. Жалко смотреть, что здание разрушенное стоит в наше время, когда детских садов не хватает. Самая работая в этой сфере, я знаю, что проблема у нас очень остра стоит в нехватке детских садов. Детей много, мест в садах не хватает. У нас очередь подошла, мы в школу собирались, у нас только очередь подошла. Это вот мы ходили через Пролетарскую гору к депутату, выбивали место. А так мы, наверное, не попали бы туда. Так почему же при острой необходимости, при имеющемся здании детского садика все нет? Судя по внешнему, фасаду здания работы, конечно, много. Косметическим ремонтом не обойтись. Но от старых хозяев остались пластиковые окна. Это плюс. Мы обратились в администрацию города, чтобы узнать о судьбе постройки на Игнатово-37. Этот садик, который был раньше, сейчас он будет реконструирован. Значит, проект уже заканчивается. То есть заключен договор с Брянск граждан проекта. На сегодня проект, в принципе, выполнен. Техническая часть этого проекта сдана уже в экспертизу. До конца декабря мы надеемся получить положительное заключение экспертизы. Новый старый детский сад планируют назвать «Вишенка», что в принципе созвучно с ягодкой. Он будет рассчитан на 140 мест. Это почти в два раза больше, чем прежнее здание. Анатолий Воронцов показал нам тот самый проект. Начальник капитального строительства города говорит о необходимости обновить стену, утеплить здание по новым стандартам. Планируется, что у садика будет также собственная котельная. Ну и, конечно, нельзя не коснуться финансовой стороны вопросом. Если называть стоимость, исходя из той планки, которая на сегодня есть, мы рассчитываем, что это будет где-то 140-150 метров. Сейчас проект находится на экспертизе. Если все пройдет успешно, в декабре все документы подпишут. И как только деньги в казне найдутся, садик будет реконструирован. О точных сроках говорить рано, но вишенка заработает и, возможно, уже к концу следующего года. Алина Лагутина, Олег Фомин, телеканал Первый областной. И в конце нашего выпуска напомним, что с сегодняшнего дня ФМС вправе применять санкции к украинцам, которые переехали в Россию, но не определились со своим статусом. Льготы на пребывание сохраняются лишь для сбежавших от войны жителей Луганска и Донецка. А с тем, кто отказался воевать против Донбасса, познакомился наш корреспондент Сергей Буковский. Сразу после выпуска новостей смотрите специальный репортаж, который, быть может, пополнит знания зрителя о современной Украине. Вы смотрели главные новости. В студии работала Виктория Панина. До встречи. Его зовут Владимир. Врач-терапевт из пригорода Николаева. Не так давно он перебрался на Орловщину из-за риска оказаться в зоне так называемой АТО. Пока живет в одном из региональных пунктов временного размещения мигрантов. На Украине после нескольких мобилизаций под ружье были поставлены и медработники тоже по соответствующей разнарядке. Владимира не впечатлили россказни украинских пропагандистов, как и перспектива воевать со своим народом вместо того, чтобы его лечить. Разобравшись, он предпочел Россию и согласился рассказать нам что-то из пережитого. Лицо просил не показывать. Боится за родных. Наркотизация. Проможила такая погода, плюс-минус 2-3 градуса. В нормальном состоянии. Выстоять там, да хотя бы часу так. Нереально. Людей потом начало, как просто вроде говорят, умарить. И выкручивало, и психушки некоторые, особенно женщины, попадали. Выводили с этого состояния. Везде колорады, агрессоры. О матери. Ко мне подходят, спрашивают, а что, действительно Путин нас хочет захватить? Я говорю, мать, успокойся, все, телевизор. Прекращаем смотреть. Он говорит 60 на 40. 60% это те, кто понимает, что нельзя ведеть украинским СМИ. Но остальная часть общества. Как-то чересчур обобщают именно всю Украину и украинский народ противопоставлений России. Минимум 50% моих знакомых в армии, они за русский мир. У нас очень много действительно патриотов русских, которые не хотят воевать против своих же на Донбассе, и которые с радостью выезжали оружие против натовцев. Когда мобилизировали, ну, все, приходили, выбивали с военкоматом в двери. Ну, условия, конечно, мы начали болеть. Наспех сбитые мокрые нары, доски, сырость, грибы на стенах. Говорит, такое сплошь и рядом, не только в зоне АТО не созданы бытовые условия для бойцов, но и в тылу, в учебках. Так Владимир оказался в киевском госпитале с пневмонией. Увидяет половина медиков там, профаны, добывающие себе капитал. Половина покупали себе места. Место около 40 тысяч долларов стоит там, доктора. Доктор. На заработок идет на демобилизацию. Сколько взятка за ДНБ стоит? Около 8 тысяч долларов, не говорили. То есть 40 тысяч ты отдаешься на то, чтобы трудоустроить? Устроиться, ну, ты быстро отобьешь это. Внутри самой армии идейный раздрай плюс бытовая неустроенность. Все это приводит даже к бунтам, но любое недовольство быстро подавляется. Для этого в каждом взводе есть 3-4 человека из правого сектора. Они контролируют остальных. Зазвученные пророссийские взгляды запросто могут покалечить. У меня на ботинках шнурки были, желто-черные. Ну, командир подошел, и так, то ли в шутку, то ли всерьез. Колорадские шнурки у тебя. Поменяю лучше. Оказывается, 75% потеть, понесенных в СУ на Донбассе, от элементарного неумения атошников грамотно оказать первую помощь раненым. И Владимир должен был стать военным медиком, чтобы этот процент понизить. Но из него сделали штурмовика. Ну, как действовать в ночном городе, как вот выходить от снайперов, по какой стороне улицы идти, как заходим в дом. Владимир признается, тренировали их в том числе американцы, прошедшие Ирак и Афганистан. Говорит, украинские начальники перед ними рыболепствуют. Американцы на Украине вообще как дома. Я хорошо запомнил, как американец говорил, тоже зашли вот так в дом, и в шкафу котенок замяукал. Открыли там растяжку, подорвались. И поэтому тоже предупреждался, не обращайте внимания на эти все вещи. Я лежал в госпитале с человеком, который был в доме профсоюза. Со стороны правого сектора. Мы там перемочили, какие там 48. Ну, не сказал сколько. Разговаривали с одесситами. Ну, у некоторых родственники пропадали, которые начинали разыскивать своих пропавших. Говорят, там только в подвале больше ста женщин было убито. И там даже гуляли мамой с детьми. И когда побежали все, в улики толпой, многие не вернулись, и до сих пор не знают, кто где и что. Рассказывает, что интересоваться событиями 2 мая и обсуждать их не принято. Себе дороже. В незалежной развито доносительство. Были такие случаи, что человек-то где-то эмоционально высказался. Потом приглашали на беседу в СБУ. Идет запугивание, причем хорошо поставленное. Гводит на руках очень много оружия. Дети находят гранаты на улице. А автоматы становятся средством решения бытовых конфликтов. Несколько случаев муж с женой вместе с женой подрывается во время суры. Таких случаев масса. А стрелковая, так это вообще. На Донбассе он 300-400 гривен, поддержанный АК. У нас чуть дороже. У очень многих вернувшихся из зоны АТО посттравматический синдром. Вроде бы в Черниговской области. За месяц вот повесилось 13-14 человек. Молодых парней. Напомним, он совсем не вояка. Здравомыслящий человек, отказавшийся брать грех убийства на душу. Он привык людей спасать. Он их лечит. Он терапевт. И даже больше семейный врач. Но и сам не знает, чем же вылечить братский народ в семье русских. Сергей Быковский, Сергей Руднев, Первый областной канал. Новогодние корпоративные вечера в ресторане «Салют». Шоу-программа. Русская и европейская кухни. Контактные телефоны В детстве я мечтала о своем первом сольном концерте. Я представляла. Я буквально видела его. Видела то, как выйду на сцену и буду играть. И хорошо, что рядом всегда были люди, которые поддерживали меня и помогли реализовать мою мечту. У каждой мечты есть будущее. Государственная программа «Доступная среда». ТМК Грин. Город развлечений. Все для детей и взрослых. Парк развлечений Гренландия. Кинотеатр, боулинг, крытый бедовый каток и сеть ресторанов. Мы ждем вас по адресу Крамское, шоссе 4. ТМК Грин. Город восторга. Привыкли, что музей – место, где под скучную лекцию тихо созерцаешь прекрасное? Забудьте, это не про нас. Музей занимательных наук «Экспериментория» представляет удивительные открытия в формате экспериментов. Более ста экспонатов, которые не только можно, но и нужно трогать руками. Устройте незабываемый семейный отдых. Посетите необычные детские праздники и корпоративные вечеринки для взрослых. Принимаем заявки на индивидуальные и групповые экскурсии. Адрес – город Орел, улица Ленина, 17, торговый центр «Малиновая вода», третий этаж. Телефон 78-23-33. «Экспериментория». Умнеть весело. Чувственные цвета. Волнующие линии. Идеальный силуэт. «Фаберлик» Твое преображение. Выбери новое платье в каталоге «Фаберлик». Славянская мебель. Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. Славянская мебель – это залог высокого качества по доступным ценам. Наш адрес – улица Максима Горького, 41. Славянская мебель. Ваш имидж. Ваша мебель. Я вас прошу, не руку протяните. Лишь оперевшись стать смогу. Вы мимо детских глаз не проходите. Быть может, вам я скоро помогу. Возможно, я врачом или поэтом стану. Смогу других людей или детей спасать. Я излечу душевную вам рану и научу о лучшем будущем мечтать. Мне не нужна излишняя забота. Я многого достичь смогу сама. Сейчас пока что я еще ребенок, осознающий. Инвалидность не беда. Государственная программа «Доступная среда». Сбрось лишнее в тренажерном зале. Спортивный клуб «Сталь» меняйся к лучшему. Приходи. Орел. Рощинская, 12. Звони. 33 05 93. Телеканал «Первый областной» объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44 40 20. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего еще. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на экспресс-радио. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин